Празднование 77-й годовщины Великой Победы в деревне Туракова начали отмечать с 5 мая. Почтить память павших и поддержать акцию «Бессмертный полк» пришли сотрудники администрации городского округа, депутаты окружного совета и неравнодушные жители. С портретами героев шли их внуки и правнуки. После войны с фронта в родную деревню не вернулся 61 человек. Их имена высечены на обелиске павшим воинам. Прыдков Макар Григорьевич, 1905 года рождения. Я его внучка Прыдкова Валентина Анатольевна. Он ушел на фронт в 1941 году, но не вернулся. Он погиб уже в 1943 году. В настоящее время на территории Туракова никого из участников Великой Отечественной войны в живых не осталось. 97-летняя Мария Александровна Портнова, труженица тыла, единственная на все Туракова участница тех событий. У меня, конечно, день победы. Я всю войну работала. Война началась, мне исполнилось только 16 лет. Три дня прошло и началась война. И уже через неделю я была, вот там в колхозе же мы жили. Меня, значит, на лес заготовки отправили. А потом работала в Орехово-Зуеве на заводе, военный завод. Торжественный митинг, посвященный Дню Победы, прошел у обелиска павшим воинам. По традиции, в память о погибших участники митинга возложили венки и цветы. Очень важно, что сегодня вместе с нами молодежь, и чтобы эта память, тот бессмертный подвиг передавался из поколения в поколение. И сегодня мы с вами отдаем дань почести и уважения, заслуги нашим бойцам, нашим защитникам. Поздравляю всех с наступающим праздником Великой Победы. Митинг продолжился на площади перед Деревенским домом культуры, где юные артисты исполнили для зрителей стихи военных лет. Сергей Осипов, Полина Иноземцева, Вячеслав Шумов, программа «События».